Приветствую! С вами Игорь Степанов, основатель школы трейдеров. В этом видео уроке я попробую доказать вам, что фьючерс лучший инструмент для торговли. Давайте для начала выясним, что такое фьючерс и где он вводится. Торговля фьючерсами проходит на срочном рынке московской биржи. А торговля акциями и облигациями проходит на фондовом рынке. Срочный рынок московской биржи по объему торгов входит в первую десятку срочных рынков мира. Здесь указан объем торгов в долларах за один день. Смотрим фьючерсы 5 миллиардов 689 миллионов долларов за один день. График цены акций Сбербанка. Внимательно посмотрите на этот график. Это график цены фьючерса на акции Сбербанка. Тоже внимательно посмотрите и найдите 10 отличий от предыдущего графика. Как мы только что увидели, график цены акций Сбербанка и график фьючерса на акции Сбербанка похожи как сиамские близнецы. Есть ли тогда разница между акциями и фьючерсами? Разница есть, причем существенная. Торговые операции на срочном рынке традиционно являются более выгодными, чем на фондовом рынке. Это связано со следующими преимуществами фьючерса. Представьте, в одно и то же время вы купили акции Сбербанка на 100 тысяч и фьючерсы Сбербанка на 100 тысяч. Цена пошла в вашу сторону. В сторону открытой позиции. В итоге на акциях вы заработали 1% прибыли. А на фьючерсах 7% прибыли. За одно и то же время с одной и той же суммы денег. То есть на акциях вы заработали 1 тысячу рублей, а на фьючерсах 7 тысяч рублей. Почему такая разница в прибыли? Все дело в эффекте плеча, который изначально заложен на фьючерсах. Поэтому фьючерсы так популярны во всем мире. Как правильно использовать этот эффект я вас научу, если вы захотите учиться. Благодаря эффекту плечей на фьючерсах, возможно вот такая прибыль. За один день. На акциях такая прибыль просто невозможна. Давайте внимательно посмотрим, что здесь изображено. Прибыль, убыток, за день, в процентах. И мы видим положительный результат. 41% прибыли. Понятное дело, что такая прибыль бывает не каждый день. И даже не каждую неделю. Комиссии на акциях и фьючерсах отличаются в разы. Сейчас я вам покажу это. Комиссия брокеров за открытие сделки по акциям составляет в среднем 0,04%. И за закрытие сделки 0,04%. Биржевой сбор равен 0,01% за открытие и столько же за закрытие. Итого, за одну завершенную сделку придется заплатить 0,1%. Много это или мало? Давайте сравним с общей комиссией за одну завершенную сделку на фьючерсах. На индекс РТС 4 рубля. Это 0,04%. На акции Сбербанка 1 рубль. На курс доллар-рубль 1 рубль. Как видим, разница существенная. А риск везде одинаковый. Третье преимущество фьючерсов. Торговля фьючерсами, в отличие от акций, продолжается в вечернюю сессию. Поэтому на фьючерсах нет гэпов. И часто точка входа именно начинает формироваться в вечернюю сессию. Четвертое преимущество. Так как на фьючерсах нет маржинальных операций, то брать платные заемные средства у брокера не нужно. Платить не за что. Пятое преимущество. Торговлю фьючерсами никогда не останавливают на больших продолжительных движениях цены. Это дает возможность собрать всю прибыль. Отсутствует оплата депозитарных и расчетных услуг. Фьючерс – это самый удобный инструмент для торговли. Просто об этом не знают новички. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!